здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала сделано в казахстане а к 79 начиная с сегодняшнего ролика я выпущу серию видеороликов в которых буду раскрывать все фальсификации которые связаны с историей анракайского сражения посмотрите прочитайте официальные источники в которых говорится об этом анракайском сражении и сравните их с той информацией которую сейчас предоставлю вам я во всех источниках утверждается что место анракайского сражения было выбрано джунгарами а казахам просто пришлось смириться с этим но эта версия отвергается двумя обстоятельствами во первых анракай местность безводная травостой маленький но самое интересное что к анракаю казахские отряды продвигались с юга через плодородную долину реки или а джунгары же шли через полупустынные безводные места и в итоге казахи пришли на место сражения вполне довольными а джунгары явились в конец измотанные и кто же тогда избрал это место для битвы конечно казахи во вторых казахские батыры заранее предприняли несколько небольших военных операций чтобы заставить джунгарские войска собраться именно в анракая но об этом почему-то те же историки не говорят так войска младшего жуза во главе с абул хаиром не пустили джунгар в междуречье или и хосузена когда же джунгары поняв что абул хаир не пустит их дальше решили обойти его войска с юга и прорваться в житусу путем загородили воины старшего жуза под командованием тулеби батыров ой гель д и у тегена под таким неожиданным натиском казахского войска враг решает отступить на север в сторону озера зайсан но и здесь он был атакован воинами среднего жуза во главе с хабан байватыра таким образом казахи не давая покоя наступавшему врагу заставили его дать бой самом неудобном для него месте и то что битва произошла именно в анракая это заслуга казахских батыров и полководцев и не джунгары а казахи навязали эту битву которую народ назовет место стона и рыданий джунгар это первая фальсификация еще одна фальсификация что почти все историки в один голос утверждают что анракайская битва стала первой за долгие годы победой казахских войск над джунгарами однако это не вполне правильно казахские отряды и до анракая не раз наносили крупные поражения джунгара так еще в 1726 году состоялась не менее известная булантинская битва в которой казахи нанесли супер крупное поражение джунгара и анракайскую битву нужно оценивать как сражение после которого произошел коренной перелом в казахско-джунгарской войне и началось постепенное возвращение казахами своей территории вот это будет правильно и так в конце 1729 года в районе анракайских гор встретились казахская армия и джунгарские войска тут нужно сделать еще одну поправку почему-то все историки том числе даже казахстанские называют казахские вооруженные силы ополчением хотя на самом деле объединенные силы казахских жузов в действительности были армии в ней были свои генералы четкое подразделение на воинские формирования имелись флаги и штандарты присутствовала четкая субординация среди батыров тогда возникает вопрос почему же казахские вооруженные силы в которых имелись все признаки армии называют ополчением я считаю что все по той же причине показать казахов разъединенными слабо развитым народом у которого перед лицом внешней агрессии якобы даже не было своей армии численность казахских войск достигала 30 тысяч человек и тут опять предательские фразы ряд историков утверждают что казахский народ не мог в то время выставить столько воинов но почему ведь на то время казахский народ являлся одним из крупнейших народов азии и выставить такую армию он вполне прекрасно мог кроме того наряду с мужчинами бились и женщины не зря казахские а кны ахтамберды жрал умбиты жрал лично участвовавшие в анракайском сражении пели песни о султанских жонах которые вместе с ушли на войну против джунгар еще одна фальсификация в истории к анракайского сражения это разные сведения о командирах казахского народа причем если все историки единодушны когда дело касается джунгарского командующего которым был голдан цирен тоже когда же речь заходит о казахских полководцев обязательно начинаются споры это я считаю тоже делается специально чтобы казахские историки занимались не воспитанием гордости за великую победу а чтобы спорили между собой представитель какого же жуза руководил казахами в этом сражении а ведь во всех доступных источниках даже википедии имеются сведения о том кто же руководил казахскими войсками в анракайском сражении еще на круто и ворда вас и в 1726 году где было принято решение о создании объединенной казахской армии были проведены выборы командующих согласно этим выборам старшим ханом казахского народа временно был избран хан старшего жуза жолварс главнокомандующим стал хан младшего жуза абулхаир главным сардаром был назначен батыр среднего жуза канджи гала бувимбай то есть в руководстве казахскими войсками на анракайском сражении имелись представители всех трех казахских жуза и анракайская победа эта победа не представители какого-то одного жуза а это общее достижение всех трех казахских жузов и казахского народа в целом следующем видеоролике ждите очередные разоблачения фальсификации по истории анракайского сражения а